Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 16 по 22. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, ходя Иисус при море Галилейстим, видя Симона и Андрея, брата того Симона, вметающим реже в море, без тобо рыбаря, и речей има Иисус, прииди-то во след мне, и сотворю вас бытие ловца человеком, и абие остальше мрежи своя по нем и доста, и пришед мало оттуду узре Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, и та в корабли строяща мрежа, и абие воззвая, и остальше отца своего Зеведеев корабли с наемники по нем и доста, и в недоша в Капернаум, и абие в субботы вшед в сонмище учаше, и девляхуся о учени его, бебо уча их, яко власти мы, и не яко книжницы. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, проходя Иисус близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В центре Галилеи располагалось Галилейское море. Оно изобиловало рыбой, а потому рыболовство было одним из главных занятий местных жителей. Рыбу ловили на удочку иресетями, которые искусно закидывали с берега или с мелководья, а затем вытаскивали на землю вместе с пойманной рыбой. Симон и Андрей, Яков и Иоанн, которых увидел Спаситель, проходя близ моря, уже были учениками Иоанна Крестителя. И однажды, по его указанию, пошли за Иисусом Христом. Они хотели быть рядом с Ним, слушать Его. Но их избрание на апостольство произошло чуть позже, и в этом был свой смысл. По божественному промыслу необходимо было, чтобы они стали свидетелями жизни Христа. Его учения и чудес до самого Его вознесения на небо. А потому Господь призвал их именно в тот момент, когда они были внутренне к этому готовы. Спаситель, обращаясь к Петру и его брату Андрею, говорит, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». То есть проповедниками учения, которое будет уловлять людей и привлекать их ко Христу. Ефимий Зигабен поясняет. «Последовав за ним еще прежде, чем Иоанн был взят под стражу, они опять возвратились в свою страну и занялись прежним промыслом, так как видели, что Иоанн был арестован, а Иисус удалился». Итак, Христос, прощая им это, идет, чтобы опять их восстановить. И повелевает следовать, чтобы вместо своих сетей они взяли у Него разумную сеть и забрасывали ее в жизненное море, уловляли людей вместо рыб. Евангелист Марк сообщает, что Господь увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Имя Симон является сокращенным вариантом еврейского имени Симеон, точнее Шимон. «После призвания Христос нарек Симона Петром, поскольку увидел в нем камень, один из первых в величественном здании церкви». Греческое имя Петр является переводом арамейского слова «кифа», означающего «камень, валун, скала». Андрей, брат Симона, наречен в предании первозванном. Поскольку, будучи учеником Иоанна Крестителя, был призван Господом ранее своего брата на Ярдане. Услышав призыв Христа, Симон и Андрей, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. Святитель Иоанн Златоуз замечает. Посмотрите же, какова их вера и послушание. Они заняты были своим делом, но, как скоро услышали призыв Спасителя, не замедлили, не отложили до другого времени, не сказали, «Сходим домой и посоветуемся с родственниками», но, оставив все, последовали за ним. Христос желает от нас такого послушания, чтобы мы ни на малейшее время не откладывали, хотя бы того требовала самая крайняя необходимость. Идя далее, Господь увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. Иаков Зеведеев, сын Зеведеи и Соломии, был братом евангелиста Иоанна Богослова. Сам же Иоанн был призван раньше вместе с Андреем. Им не на что было купить новые сети, а потому они чинили старые, изорванные сети. В такой бедности жили Иаков и Иоанн, питаясь от праведных трудов своих. Будучи связаны с союзом братской любви, они не покидали отца и служили ему, как любящие дети. Услышав же призыв Христа, братья, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Святитель Хроматий Аквилейский пишет о том, что Господь избирает незнатных или богатых, чтобы проповедь не казалась подозрительной, ни мудрецов века сего, чтобы не думали, что он убедил человеческий род мудростью века сего. Но выбирает он рыбаков, не образованных, не вежественных, не ученых, чтобы явить благодать Спасителя. Как мы видим, ученики Христа до встречи с Ним вели размеренную обычную для того времени жизнь. Но в один момент для них все изменилось. Бог избрал их, как послов Своего Небесного Царства в земном мире. Как следует из строк сегодняшнего евангельского чтения, Спаситель не избирает сильных мира сего для продолжения проповеди Евангелия. Он останавливает свой выбор на простых людях, наставляя их примером собственной жизни, посредством проявления любви и милосердия. Так и каждого из нас, дорогие братья и сестры. Христос призывает быть благовестниками Евангелия Царства Божия. Не только словами, но и примером всей своей жизни. Помогай нам в этом, Господь. Господи Божий мой, на телу повал, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok